Мы рассказываем МИРО об Украине. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом. В заявлении латвийских депутатов отмечается, что исторические источники указывают на целенаправленный геноцид советской власти против народов и этнических групп, чтобы уничтожить их культуру, социальное наследие и историческую принадлежность к территории Крыма. Также Сейм в очередной раз осудил незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией и репрессивную политику против крымских татар. Освободить украинских военнопленных моряков и корабли в Гамбурге в Международном трибунале по морскому праву в эти минуты начинаются слушания о захвате России украинских военных кораблей и их экипажей в нейтральных водах Черного моря в ноябре прошлого года. Иск подала Украина. Киев требует от Москвы освобождения моряков и возвращения судов, сообщает глава украинской делегации, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Россия в слушаниях принимать участие отказалась. Россия цепляется буквально каждому слову и каждому заявлению, искажая их содержание. В процессуальных документах вы можете увидеть, как Россия упражняется в мастерстве назвать белое черным, потом снова белым, отрицая свое согласие с тем, что белое есть белым. 24 украинских моряка в российском плену более пяти месяцев. Они были в составе экипажей трех военных кораблей, захваченных российскими силовиками 25 ноября прошлого года в нейтральных водах Черного моря. Москва обвиняет их якобы в незаконном пересечении границы. Российский правозащитный центр «Мемориал» признал военнопленных украинских моряков политзаключенными. Сажайте цветы, а не людей. Именно так называется одна из акций, которая сегодня проходит в Киеве. Все акции, включая и эту, приурочены к пятой годовщине незаконного ареста украинского режиссера Олега Сенцова российскими оккупантами в Крыму. На этой акции работает корреспондент ЮИТВ Игорь Меделян. Он с нами на прямой связи. Игорь, скажи, пожалуйста, кто из украинских знаменитостей присоединился к акции и что происходит в данный момент? Здравствуйте. В данный момент идет подготовительная работа к высадке цветов. И также ожидаем еще больше количества участников. Среди них будут известны актеры, артисты, исполнители, деятели искусств и культуры из Украины. Приурочена акция, как ты действительно сказала, к пятой годовщине задержания ареста Олега Сенцова. Кстати, должен заметить, что поскольку Сенцова на самом деле задержали 10 мая, но ФСБ не торопилось объявлять об этом, а только на следующий день рассказало о том, что украинский режиссер, которого, в принципе, заключили по сфабрикованным незаконным обвинениям, был на самом деле задержан. Акции сегодня будут проходить по всему Киеву. Ожидается очень большое количество людей. В принципе, объединение одной идеи. Действительно, это освобождение украинского режиссера Олега Сенцова и многих сотен узников, которых незаконно удерживают представители Кремля, как на оккупированных территориях, в аннексированном Крыму, и в том числе и на территории самой Российской Федерации. Корреспондент UETV Игорь Меделян из центра Киева, где проходит акция «Сажайте цветы, а не людей» в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Ровно пять лет назад в Симферополе российские силовики арестовали кинорежиссера и писателя Олега Сенцова. Его обвинили в подготовке теракта по сфабрикованным доказательствам. Украинец не признал вины и получил 20 лет тюрьмы. Олега Сенцова задержали возле подъезда его дома в Симферополе. В тот момент в Крыму уже состоялся псевдореферендум, и российские силовики взяли контроль на полуострове. Режиссеры шили дело о теракте, угрожали пытками и требовали сознаться в подготовке взрыва памятника Ленину. Своей вины Сенцов не признал. Считаю это уголовное дело спабрикованным и политически мотивированным. Бросаем на стульм, но этот режим только приближает свой конец. На этих кадрах выступление на суде Александра Кольченко. Вместе с Олегом Сенцовым и Геннадием Афанасьевым он поддерживал Майдан. Афанасьева и еще одного украинца Юрия Солошенко выпустят в июне 2016-го в обмен на двух одесских сепаратистов. Освободить Сенцова и Кольченко требуют украинские власти и призывают мировое сообщество. Даже в России разворачивается целая акция по освобождению политзаключенного. С призывами отпустить Сенцова выступают представители киноиндустрии. На улице люди выходят с пикетами. Его отпустить только за то, что он режиссер. Оставаясь в заложниках Кремля, они ждали приговора год и три месяца. Олегу Сенцову дали 20 лет колонии, Александру Кольченко – 10. На строгий приговор по сфабрикованному делу они отреагировали тут же в зале суда. Самый страшный грех на земле – это трусость. Как написал великий русский писатель, булгар, книги Маза Маргарита. Я с ним согласен. Трусость – самый главный, самый страшный грех на земле. Предательство – это такая частная форма трусости. Попытки освободить политузников Украина не прекращает. Но Москва непреклонна. В тюрьме режиссер Олег Сенцов идет на радикальные меры и объявляет голодовку. Она длилась 145 дней и сильно ударила по его здоровью. В декабре прошлого года Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова. Всего, по данным украинской стороны, в России, в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе незаконно удерживают около 250 политузников и военнопленных украинцев. Игорь Меделян, ЮЭТВ. Возвращаемся к Гамбургу в Международном трибунале по морскому праву. В эти минуты начинаются, начались уже, идут слушания о захвате России украинских военных кораблей и их экипажей в нейтральных водах Черного моря в ноябре прошлого года. Прямая трансляция будет на ваших экранах. Вот сейчас она идет. Это требует освобождения 24 моряков и возвращения судов. Но РФ в этих слушаниях принимать участие отказалась. По словам главы украинской делегации, заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, заседание будет длиться три часа, Зеркаль заявляет, Кремль отметает любые обвинения в свой адрес и настаивает на противозаконности действий украинских моряков. В США арестовали одно из крупнейших северокорейских грузовых суден Vice Honest. Корабль перевозил уголь из КНДР, что запрещено санкциями со стороны Вашингтона и ООН. По сообщению Минюста США, судно приближалось к американским территориальным водам. Соединенные Штаты ввели санкции против КНДР, чтобы заставить страну свернуть свою ядерную программу. Накануне Северная Корея провела новые ракетные испытания, несмотря на переговоры о ядерном разоружении КНДР. 12 июня 2018 года в Сингапуре главы США и Северной Кореи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, обязывающий КНДР отказаться от ядерного оружия. Вторая встреча Трампа и Кима в конце февраля этого года в Ханое не привела к договоренностям. Начало посемного сезона отметили в Таиланде. Красочная церемония прошла напротив Королевского дворца. Она начинается с того, что два священных буйвола с помощью плуга вспахивают небольшой клочок земли. Его засеивают рисом. После буйволам предлагают разные угощения, чтобы узнать, какие продукты в следующем году будут в изобилии. В этом году животные выбрали рис, траву и воду, а после самая веселая часть праздника на усеянный рисом участок сбегаются толпы местных жителей, которые хотят ухватить священное рисовое зернышко и себе. Тайцы верят, что семена приносят удачу и хороший урожай. Я так счастлива. Нашла два зерна. Я прорвалась через ворота и схватила их раньше других. Собираюсь высадить их перед домом. Я буду поклоняться этим священным рисовым зернам. Несколько дам своим родственникам и соседям. Мы поклоняемся рисовым зернам, чтобы вся наша жизнь была благополучной. 46 миллионов новых банкнот напечатали в Австралии с ошибкой. Все купюры номиналом в 50 долларов. На одной стороне купюры изображена Эдит Коуэн, первая женщина-член парламента Австралии. Рядом мелким текстом написана ее первая речь в парламенте. Там и закралась ошибка. В слове «ответственность» пропустили букву. В резервном банке Австралии заявили, об ошибке знают и исправят в следующем тираже. А пока купюры с опечаткой останутся в обороте. Это огромная, вопиющая ошибка. Я бы сказал, что это безответственно. Грустно то, что люди уже не могут правильно писать. Разве у них нет того, кто проверяет это? Это все еще 50 баксов. Это все, что имеет значение. Больше информации на сайте канала UTV.ua. Спасибо, что вам интересна Украина. Обязательно увидимся на UTV. Следующий выпуск новостей на русском. Менее чем через 2 часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова